Ну и продолжаем опять про магазин Минарс. Грили уличные. Это национальный вид американского спорта. Готовить на улице в гриле, когда весенний, летний сезон. Всякие разные стейки, сосиски, барбекю, крылышки, колбасты. Вот такой вот гриль у нас стоит 199 долларов. Он работает от газового баллончика. Как правило, у этих грили еще сбоку есть вот такая вот штучка. Это вот плиточка, где вы можете приготовить. Управление электрическое, с электроподжигом, вы все запускаете. Все очень крайне удобно. Обслуживается, чистится. Удобная штука. Когда мы только приехали в Америку и жили первые месяцы у друзей, у них стоял такой приблизительно гриль. Каждый день себе готово стоять. Это очень удобно и вкусно. Специальное антипригарное покрытие. Очень экономный расход. Газа. Газ подключается очень просто. Просто прикручиваете к баллону и все. То есть любой не специалист может просто купить вот такой гриль. Привезти его к себе домой, поставить на улице возле патио, подключить баллон и прям сразу жарить. Есть гриль подешевле. Вот 269 долларов. Такой вот мини-гриль. Есть вот такой за 379. Есть, конечно, модели более навороченные. Что-то продается на сейле. Вот это вот 500 баксов стоит модель. Есть бюджетные варианты. 99 долларов. Вот такой вот гриль. С двумя горелками. Здесь, конечно, покрытие попроще. Так вот металл. Если бы там были специальные антипригарные решетки, здесь, конечно, решетка попроще. Есть такой вот вариант, чтобы готовить картошечку на улице. Стоит 89 долларов. Такой вот уличный фритюр тоже от газа работает. Опять же, предлагают сразу же в этой секции все эти разные смеси для мяса, чтобы смазывать мясо, чтобы оно было вкусненько и с дымком. Вот эта модель стоит 300 долларов. То есть, как я говорю, вы можете найти любой предмет себе на любой вкус и цвет и ваш бюджет. А если вы еще посмотрите на крейк-лист и посмотрите гараж-сейлы, то такую же вещь, которую люди продают, попользовав ей год или два, в идеальном состоянии, можно купить ее в полцены. Оставайтесь с нами на канале. Оставайтесь с нами.